Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим рецептом очень вкусных и полезных мультизлаковых хлебных булочек. В миску наливаем теплую воду, она ни в коем случае не должна быть горячей или холодной, она должна быть именно тепленькой. Можете просто окунуть пальчик, ему должно быть тепло. Добавляем сухие дрожжи. Я использую сухие дрожжи, поэтому беру пакетик 7 грамм. Если будете использовать свежие, их понадобится в 3 раза больше, то есть приблизительно 20 грамм. Слегка все перемешаем, чтобы растворились дрожжи. Если в качестве дрожжей вы не уверены, тогда оставьте эту смесь на минут 15, чтобы сверху появилась такая пенная шапочка. Если шапочка появится, значит дрожжи активные и тесто хорошо поднимется. Если никаких признаков жизни не будет, то тогда дрожжи уже неактивные и нужно использовать другие. В качестве своих дрожжей я уверена, поэтому этот шаг пропущу. Дрожжи растворились. Добавляем 4 столовые ложки любого масла. У меня оливковое, но можно использовать и подсолнечное, кукурузное, которые у вас есть. Также можно использовать, конечно же, и сливочное. Добавляем соль. Я беру чуть больше 1 чайной ложки, но это, конечно же, по вкусу. Еще раз слегка перемешаем. В качестве полезных добавок я буду использовать полстакана овсяных хлопьев, которые длительного приготовления, такие крупненькие. И 4 вида различных семечек. Это тыквенные, льняные, кунжутные и подсолнечные. Вы можете взять абсолютно любые добавки на ваш вкус. Если ничего нет, то можно готовить вовсе без семечек. Я беру по 2 столовые ложки различных семечек. Также слегка все перемешаем. И теперь будем добавлять муку. Муку добавляйте постепенно, чтобы получить необходимую консистенцию теста. Конечно, чтобы булочки получились более полезными, лучше использовать хотя бы частично какую-нибудь более полезную муку. Например, ржаную, цельнозерновую или, например, овсяную. У меня сегодня 100 грамм ржаной обдирной муки. Ну, конечно, чтобы булочки были воздушными, нужно использовать и пшеничную муку. Тесто можно замешивать и вручную, и в комбайне. Оно совсем не сложное и вымешивается быстро. Теперь я добавляю пшеничную. Конечно, всю муку нужно заранее просеивать, чтобы избавиться от ненужных частичек и насытить муку кислородом. Тогда изделия получаются гораздо лучшего качества. Конечно, можно использовать и только пшеничную муку. Из этого теста, конечно же, можно печь как булочки, так и обычный хлебушек. Тесто еще слишком вязкое, поэтому добавляем еще муку. Когда вымешивать в миске уже становится неудобно, вымешиваем тесто на столе. Много времени это не отнимает, буквально минут 5. Тесто должно хорошо держать форму, но при этом оставаться очень мягким. Как я уже сказала, я добавляю 100 грамм ржаной муки и приблизительно 330 грамм пшеничной. Но, конечно, это только приблизительный ориентир. Вся мука разная, поэтому добавляйте ее постепенно и смотрите на консистенцию теста. Погрешность 50 грамм, это вполне нормально. Может пойти и меньше муки, и больше муки. Вот на такой консистенции тесто я обычно останавливаюсь. Оно хорошо держит форму, не растекается, не расползается, но при этом оно еще такое чуть-чуть совсем липковатое. Сейчас я его вымешиваю еще буквально одну минутку. Ну вот он уже почти не липнет даже к столу. И тесто будет готово. Больше муку добавлять не нужно. Все, тесто готово. Вот оно все прям мягкое, но при этом хорошо держит форму. Это то, что нам нужно. Сейчас немножко его округляем. Вот я помыла руки, и сейчас тесто абсолютно не липнет, но при этом оно вот все мягенькое, такое подвижное. Мисочку слегка смазываем растительным маслом. Перекладываем тесто. Прикрываем пищевой пленкой либо полотенцем и оставляем на расстойку в теплом месте до увеличения минимум в два раза. Тесто хлебное, без добы, поэтому поднимается оно довольно быстро. У меня этот процесс занимает около одного часа. Те, кто нас давно смотрит, знают, что я обычно растаиваю тесто в духовке. Просто включаю ее разогреться немножко, буквально на одну-две минутки, чтобы там стало просто тепло. Потом отключаю температуру и помещаю туда в миску с тестом. В таких условиях тесто очень комфортно, оно быстро поднимается и получается воздушным. Тесто хорошо подошло, стало вот таким воздушным и пышным. Можно его вот так слегка обмять, чтобы булочки получились мелкопористыми. И теперь отщипываем по кусочку теста, чтобы получились булочки. По моим пропорциям получается 930 грамм теста. Я буду делать 9 булочек приблизительно по 100 грамм. Кусочек теста вот так хорошо обминаем и потом сворачиваем в шарик. Конечно, из этого теста, как я уже сказала, можно готовить хлеб. Можете просто вот это тесто, как я сейчас, обмять, разделить пополам, сформовать такие батончики и выпекать, как обычный хлебушек. Мне больше нравятся порционные булочки, поэтому я делаю таким образом. Тесто очень удобное в работе, совершенно не липнет к рукам, поэтому я не присыпаю ни мукой и масло тоже не использую. Ну, хотя оно такое вот, достаточно приставучее получается. Ну, никаких следов нет. Булочки вы можете выпекать вот прямо в таком виде, чтобы получились кругленькие. Можно сделать их более овальной формы, но я хочу сегодня показать свой вариант. Я просто вытягиваю вот так вот с одной стороны и с другой стороны часть теста, чтобы получился такой как бы листочек. Получается тоже красиво и интересно. Прикрываем булочки сверху и оставляем на расстойку еще на 20 минут. Чтобы наши булочки либо хлеб имели хорошую такую хрустящую корочку, духовку нужно предварительно разогревать вместе с водой, чтобы воздух в духовке стал влажным. Если печь без воды, то тогда получится обычная тоненькая корочка, как в обычных булочках. Духовка я сейчас включила разогреваться на 230 градусов, и сейчас помещаю туда противень. Воду я ставлю на самый низ духовки. Булочки хорошо подошли и сейчас по желанию можно сделать небольшой надрез, приблизительно 1 сантиметр. Главное, нож берите достаточно острый, чтобы он прорезал тесто и не тянул его за собой. Чтобы булочки сверху были еще более хрустящими, можно их спрызнуть водой. Очень удобно, если есть вот такой пульверизатор. Если нет, тогда просто аккуратно рукой спрызните и все. Первые 15 минут я пеку булочки вместе с водой при температуре 220-230 градусов. Потом достаю воду из духовки, уменьшаю температуру до 200 градусов и допекаю булочки до готовности еще около 10 минут. Булочки готовы. Как я уже сказала, они у меня выпекаются ровно 25 минут. Готовность обязательно проверяйте деревянной палочкой. Она должна выходить полностью сухой, без остатков мокрого теста. Сверху они получаются вот такими румяными и хорошая хрустящая корочка есть. Продолжение следует... Мягкий, вкусный, золотой хлеб. С маслом и солью, как у детки, просто пока. А если еще и к супчику какой-нибудь, вообще-то он будет. Вкусно и порядок. Я считаю, что такие булочки это прекрасная замена магазинному хлебу, который готовится из непонятных смесей. Плюс ко всему, все готовится очень быстро, просто. А вот эта совокупность различных злаков, ведь там и пшеница, и рожь, и различные семечки, и овес, делают хлеб не только вкусным, но и полезным. Так что обязательно готовьте, пробуйте. Я очень надеюсь, что мой рецепт вам также понравится. На сегодня у нас все. Готовьте с хорошим настроением, будьте здоровы, а мы увидимся с вами в следующих выпусках.